О, куда записываешь? Так, я стартану запись, у меня цело ишло. Будем сегодня рассказывать про UI-тестинг из Xcode 7. Это фича такую, добавили ее летом, которая позволяет автоматизировать UI-тесты. Я лишь проведу такую вводную экскурсию, что это такое, как его использовать, какие были добавлены новые фичи. Там приведу пару примеров. На своем проекте мы его пока еще не стали использовать, но может кто-то заинтересуется и решит, потом он может еще одну презентацию сделать, связанную по этому поводу. Так, о чем мы сегодня поговорим? Будет у нас легкий introduction, что такое вообще автоматизированное тестирование в двух словах и как оно раньше было представлено в Xcode. Потом поговорим о нашем UI-тестинге, что это такое, какими классами оно представлено, как оно работает, какие с ним могут быть проблемы, ну и как добавить его в Xcode. Дальше поговорим об проблемах, которые могут у вас возникнуть, если вы начнете использовать это у себя в проекте. Ну и будет несколько слайдов с примерами, простыми, и для вообще понимания, сколько занимает то или иное действие в самом автоматизированном тесте. Итак, что у нас такое автоматизированное тестирование? Это процесс, который использует программные средства для выполнения тестов и проверки результатов выполнения. По идее, это помогает сократить время тестирования, но уже в таком более-менее стабильном проекте, когда, например, регрессию нужно проводить, а функционал уже не меняется очень часто, поэтому не нужно очень часто менять тесты. Раньше в Xcode это был UI-автомейшн, это был такой упрощенный JavaScript, который позволял обращаться к элементам в UX-энтерфейсе, ну и всякие альтернативные источники, это там Калабаш, Киф, Эпиум. UI-автомейшн и UI-тестинг, они используют accessibility как базу для обращения к UI-элементам. Это такая фича у Apple, которая позволяет людям с ограниченными возможностями работать с вашими приложениями. Для всех элементов в UI нужно задавать обязательно accessibility и Ndipfire, чтобы это работало в UI-тестинг. Так, что у нас такое UI-тестинг? Что он позволяет? Самое главное, что он позволяет, я думаю, все знают, находить UI-элементы в дереве наших вьюх, которые находятся на экране. Также позволяет использовать эти элементы, как будто это настоящий пользователь. используют XC-тест-фреймворк, собственно, это стандартный фреймворк, это главное, чего не хватало, тут стандартный фреймворк в Xcode, который используется для написания юнит-тестов. Ну и сейчас добавили туда классы, связанные с UI-тестами, в принципе, это стало намного удобнее, чем писать это все на жало в скрипке. Ну, также запускается в отдельном процессе, в принципе, когда, если вы напишите какой-то свой автоматичный тест, вы видите, как ставится симулятор, и как в нем происходят магические действия, которые вы написали в тесте, как это все нажимается. Поддерживает Objective-C и Swift, поддерживает чейновые операции, ну, как-то удобнее, красивее, что выглядит, конечно, это на Swift, может, на это и было и дело, но можно писать и на том, и на том, если нужно. Дальше, как это работает? Есть основные классы для UI-тестирования, это XUI-аппликейн, который представляет аппликуху, в нем ничего такого интересного нет, в принципе, только есть ланч аргумент, который можно задать, чтобы как-то настроить приложение или тесты, чтобы оно как-то взаимодействовало с тестами немножко по-другому. Есть XUI-элемент, это прокси для всех элементов, такая абстракция над всеми вьюхами. Когда мы находим этот, конечно, XUI-элемент, он позволяет выполнять различные действия, связанные с вьюхой, например, там, tap, double tap, swipe разные, там, rotate и такие прочие вещи, которые могут вам понадобиться. Ну и XUI-элемент клэй, это объект, который позволяет найти элементы в дереве. Там тоже ничего сложного нету, есть предикаты, которые можно писать, можно находить элементы по индексу и всякие такие вещи. Ну и ниже картиночка, которая показывает маленький, по-моему, простой пример из VVDC, это самый простой код, самый простой тест. Мы запускаем аппликуху, потом находим кнопку с именем add, тапаем на нее и проверяем, появилось ли в таблице ячейка, то есть увеличилось ли количество на эти мячку. Какие были добавлены новые фичи после анонсирования этого на VVDC, это в основном добавлялись уже в X-кодах, бетах и всяких таких версиях. Кстати, документации так до сих пор на плоском сайте по этим классам нету, ну там есть в свободном доступе документация на GitHub, которую сгенерировали по хедерам. Добавилась возможность ждать какие-то синхронные операции, это работает с помощью этих двух функций expectation for predicate и wait for expectations with timeout, они позволяют подождать выполнение своего операции, поверить потом по предикату выполнилось ли какое-то там действие. Будет у нас пример, в экземплах мы посмотрим. Вот, подобавили класс XVA координат, который позволяет получить, с каждой духи можно там получить координату с каким-то отклонением, и потом можно по этой координате там тапнуть, сделать двойной тап или еще что-то, позволяет иногда пойти в какие-то там сложные ситуации, если интерфейс сложно сильно. Добавили для map view возможность приблизить карту, не было первой версии такого. И добавили для пикеров возможность крутить пикеры, и добавили возможность использовать хаббарные кнопки с помощью класса XEI device, там есть метод press button, и там есть список констант, какие кнопки можно в принципе нажимать через тест, если это нужно, если ваша плекуха будет реагировать на эти нажатия. Дальше, как добавить это в Xcode, очень просто, на самом деле. Самое главное, что должен быть Xcode 7, и проект должен быть таргетирован на X9, потом мы добавляем всего лишь UI testing bundle, и у нас автоматически появляется наш первый файлик с тестом. Тут мы можем писать, что нам угодно, в принципе. Далее, какие у нас основные проблемы могут возникнуть в процессе написания тестов. Тесты сейчас, получается, мы не можем никак поинтерактить с поповерами в тестах, нету такой возможности, может, конечно, в Xcode добавилось, но вообще нельзя. Дальше, бывают проблемы взаимодействия с кастерными компонентами, особенно, которые из GitHub взяли или сами писали. Там может быть непоставленный identifier accessibility, соответственно, можно будет сложно что-то найти в иерархии. Может, там возникнут проблемы с какими-то там хитрыми вьюхами, подвьюхами, которые прячутся где-то. Но, в принципе, это все можно проверять и пытаться как-то обходить просто на это будет потрачено время. Сложно сделать какие-то вещи, которые просто сделать там пинчами, там тапками туда-сюда. Например, если у вас карта, и карта, она отзумлена до минимального уровня, а потом найти конкретный какой-то город на этой карте, чтобы правильно туда призумить с помощью теста, придется очень долго помучиться. Pool refresh, много тоже нестандартным способом делается, будет как в примере. То есть на какие-то вещи может быть там затратный дроп и потратить много времени придется. Есть такая функция, как рекординг в UI-тестинге. Такая маленькая красная кнопочка, которая позволяет записывать ваши действия симулятором. В чем как раз не проблема? Первая проблема – она не все записывает. То есть некоторый функционал можно писать кодом, но нельзя записать. Вторая проблема – то, что она пишет, она обычно не очень удобно в реймом формате и не совсем правильно написано, и, соответственно, может только усложнить ваш UI-тест. Проще всего использовать рекординг для подсказки, если не можете что-то найти. В основном лучше пользоваться ручками, писать код, как мы делаем это всегда. Ну и самая последняя, самая главная проблема – иногда написание теста может занять очень много времени. там может занять не 10 минут, а полчаса или час, если вы наткнётесь на какую-то нейшарную проблему или на что-то долгое. Ну, я думаю, со временем это опять же может все утрасли, все зависит от того, как часто у вас меняются реквайменты. Дальше примеры маленькие. Здесь на примере показано, как дождаться, чтобы элемент появился после синхронной операции. Мы берём сначала, загоняем в наш элемент какую-то перемену, который должен появиться. Потом создаём для него предикат, который проверяет на флаг exist. Этот флаг показывает нам, существует ли такой элемент в дереве в юхе или не существует. Потом создаём expectation для него, запускаем асинхронную операцию и ждём, пока этот элемент появится в течение 5 секунд. Потом, соответственно, проверяем осетом, появился ли этот элемент или не появился, и получаем ошибку и успешный ответ. Дальше это иординг ячеек в таблице, опять же, как найти какой-то элемент, который вы не знаете, как называется. Это запустить accessibility inspector. Мы знаем, что можно ловить ячейки в таблице, в принципе, я думаю, все знают. И там появляется вся эта кнопочка, за которую можно тащить вот эта вот кнопочка. Она, если посмотреть внимательно, у неё префикс есть, и тогда можно одну кнопочку перетащить в другой кнопочке и так перетащить в старый дочек. Чтобы понимать, какой нестандартный способ нужно использовать, чтобы как-то что-то перетащить. Нет простого действия. Ну и вот pull-to refresh, например, с использованием XUI coordinate. Тут мы берем первую ячейку, в которой мы будем тянуть, получаем две координаты с нулевым от коня 1 и от коня 6, а потом тащим от одной координаты к другой, и получается у нас такой себе pull-to refresh. Самая главная еще штука, которую хотелось бы сказать. Надо использовать Accessibility Inspector, и он есть и в iOS, и в macOS. отдельно он включается, он позволяет вам посмотреть каждый ваш элемент, найти, если вы что-то не найдете, посмотреть, как это называется, видеть ли вообще Accessibility Inspector ваши элементы. Если он их не видит, то тогда он у вас в тестах никогда не появится, и вы никогда его не найдете, хотя он присутствует на экране. Поэтому везде правила должны быть поставлены идентифиеры. Там тоже есть разные правила для simple view и обычных view. Но самое главное, это самая ваша любимая будет утилита, если вы будете пользоваться UI-тестингом в вашем проекте. Ну и красненькие итоги по всем этом. UI-тестинг это не дешевая операция при разработке, потому что она может действительно занять у вас огромный кусок времени. И непонятно, насколько принесет она вам в вашем проекте. Но она классная для маленьких простых проектов. Возможно, где вам даже и не нужны QA, можно какие-то простые тесты написать самому и погонять их постоянно на своем положении. Если добавляться какой-то функционал, то это будет качественно и быстро. Ну и последнее, UI-тестинг это за ним уже будет будущее, потому что UI-автомейшн уже как-то дебрикейтед. И скорее всего, в следующей версии АРС мы увидим определенный новый набор функционала, который нам упростит жизнь и поможет писать UI-тесты удобнее. Ну, в принципе, это все по презентации. Есть ли у кого вопросы какие-то? Все молчат. Вопросов нет? Маю вопрос. Это Александр. Автоматизировать эти тесты? Они автоматизируются так же, как унит-тесты? Еще последнее? Автоматизируется? Да, да. Как их автоматизировать? Есть какие-то особенности? Нет. Точно так же, как унит-тесты. Точно такой же мы получаем класс. Точно так же там можно всеми этими параметрами пользоваться. Вот это почему удобно? Потому что они добавили все это в UI-тест-преймворк. То есть, в принципе, точно так же там можно их ставить на скедуле всякие и запускать, я думаю, на разных девайсах тоже можно. То есть, в принципе, все точно так же работает, как стандартный унит-тест. Окей, дякую. У меня есть вопрос, это Иван. А как, че працюет цей UI-тест-преймворк с Веб-Юшками? Чи можно там какую-то интеракцию делать? Да, с Веб-Юшками работают. Есть там интеракции, там будет какая-то интеракция. Теоретически можно там попробовать логин, процесс, пройти или что-то такое? Ну, это просто написать или нужно побавить, а там потратить? Ну, написано в документации, что это все есть. Там я не практиковал, но пишут люди, что работают. Поэтому, в принципе, можно пробовать использовать. А там же какие-то проблемы выйдут. Ну, там есть стандартные вещи, которые можно достучаться, получается. Добрый, дякую. Ну, окей, тогда все. Я стопаю экранчик шарить.